Меня зовут Динара Смирецкая, я сапфировый бизнес-лидер компании Siberian Wellness. Сегодня я хочу рассказать, как мы с командой завершаем период. У нас сегодня 26 февраля. Осталось 4 дня до окончания периода, именно 4 полных дня, даже больше, потому что, как вы помните, период в нашей компании завершается 1 числа в 12 дня по МСК. Также я рекомендую работать в своей команде в крайние дни месяца. Первое, что мы делаем, если вдруг кто-то подзабыл, мы заходим на наш сайт, раздел «Бэк-офис». В «Бэк-офисе» открываем менюшечку, ищем вкладку «Отчеты», и вот в этой вкладке «Отчеты» в строчке мы ищем значок «ПК». То есть мы переходим в раздел «Отчеты по ПК», по привилегированным клиентам. И первое, что я смотрю, какую табличку, это табличку «Привилегированные клиенты по программе постоянства». Вот это моя первая цель – отработать людей по программе «Постоянство». Смотрю табличку, и ищу людей, которые, ищу клиентов, которые в этом месяце по каким-то причинам либо не сделали заказ, либо сделали, ну, какой-то вот маленький, там, 45 баллов, 30 баллов, 20 баллов. Да, возможно, эти клиенты уже с вами давно, и вы об этой программе им говорили, и они вроде бы в курсе, что надо сделать именно 50 баллов. Но, ребят, вот услышьте меня, пожалуйста. Дело в том, что клиенты – это не партнеры, они не в системе, это не их бизнес. Они не обязаны это знать, запоминать, вот это вот в себе нести. Люди, они услышали какую-то информацию, и тут же о ней забыли или забыли через месяц. Поэтому ваша задача, как хороших, грамотных консультантов, своим клиентам об этом обязательно напоминать. Кто-то, может, скажет, предвосхищаю вопрос, что, Динар, ну, если мы ведем клиентский чат, я вот в клиентском чате это все и говорю, и напоминаю, что, дорогие мои клиенты, кто зарегистрирован, кто идет по программе «Постоянство», не забудьте сделать 50 баллов. Люди не обращают на это внимания. Это уже пройдено мною и так. Люди в клиентском чате, особенно если в клиентском чате много людей, и у вас там идет активная переписка с вашими клиентами, они это не замечают. Даже если вы выделите там сто значками вот это свое сообщение, люди не увидят. Каждому своему клиенту вы должны написать обязательно, индивидуально в личку. Как делаю это я? По какому скрипту? Я пишу. Мария, к примеру, добрый день. Это Динара, ваш консультант в системе сибирского здоровья, не в компании. Потому что я увидела когда-то, что вот именно слово «компания» многих как-то пугает. Потому что человек может сидеть на своей работе, загруженной. Не знаю, бухгалтер, экономист, юрист, у него там свои под конец месяца отчеты, и я ему тут говорю в системе какой-то компании. И у человека сразу какое-то непонимание, какая компания. Я же вот сижу в своей компании на работе. Поэтому я просто пишу фразу «Динара – консультант в системе сибирского здоровья». Все становится понятно, никто не нервничает. Дело в том, что вы можете потерять бонус от компании в этом месяце. Потеря. Когда вы говорите о потере, у человека срабатывает сразу же синдром упущенной выгоды. Что я потеряю? Почему я потеряю? Где, где, что, где, как? Человек начинает сразу же лучше соображать и включаться в ваш диалог. Затем я пишу. Прослушайте, пожалуйста, мое сообщение. Я вот сейчас об этом подробненько наговорю. То есть еще раз, первую фразу я рекомендую всегда писать текстом. То есть это даже как-то неприлично, что ли, некультурно начинать диалог сразу же с голосовушки. Почему? Потому что у вас может быть сохранен диалог с этим человеком, а у человека нет. Возможно, он там стирает диалоги, чистит телефон. И вы ему пишете, как будто вы абсолютно новый, незнакомый человек. И клиент должен понять, а кто ему пишет. Вот и все. И вы поэтому пишете. Здравствуйте, Мария, это Динара или Татьяна, ваш консультант в системе сибирского здоровья. Дело в том, что вы в этом месяце можете потерять очень хороший бонус от компании. Сейчас я вам наговорю небольшое сообщение. Прослушайте, пожалуйста, и буду ждать вашу обратную связь. Все. И после этого я говорю голосом. Почему я рекомендую говорить голосом, а не писать текстом про этот бонус, про этот клуб? Людям некоторым некогда читать. Плюс вы в голосе выражаете свои эмоции, свою радость, свою улыбку. Мы же, когда говорим, люди слышат, мы улыбаемся или мы не улыбаемся. И это крайне важно. Доносить информацию со своими хорошими, позитивными эмоциями. Машенька, еще раз здравствуйте. Смотрите, дело в том, что вы в компании, потому что сейчас у нас февраль, в декабре и в январе сделали заказ от 2000 рублей. Почему от 2000 рублей? Клиенты не понимают баловку. Они слова в баллах тоже очень часто не слышат. Мы оперируем баллами партнеры, потому что мы в системе, это наш бизнес. Клиенты слова в баллах, фразы в баллах не понимают. С клиентами нужно разговаривать на языке денег. Вы делали заказики на определенную сумму или от 2000 рублей, и вы участвуете автоматом в программе постоянства, по которой вы уже в марте сможете получить подарок. Почему я говорю в марте? Потому что я напоминаю ребят, что в 28 бизнес году компания для нас сделала большой подарок. Все наши клиенты, неважно, когда они зарегистрированы, могут один раз получить подарок за три месяца участия в программе постоянства. И вы вот по табличке это видите, как человек у вас, ваш клиент идет. Вот по программе постоянства три месяца или шесть месяцев. И уже в зависимости от этого вы ту или иную фразу в своем голосовом говорите. Или, допустим, вы с октября месяца делали заказики в компании. И вот если вы... Ой, точнее, с сентября, да, то есть февраль, чтобы был уже шестой месяц. И если вы в феврале, до конца февраля сделаете заказ на две тысячи и выше, то в марте вы получите приятный подарок от компании на сумму более двух тысяч рублей. Одни дейлибоксы наши чего стоят, ну, согласитесь. Вот вы это проговариваете и говорите. Смотрите, Мария, если вас этот бонус интересует, я прям очень хочу, чтобы вы его не потеряли, успейте, пожалуйста, до 29 февраля оформить этот заказ. Если там что-то где-то у вас не получится, если я непонятно объяснила, задавайте вопросы, с удовольствием помогу. Смотрите, если вы делаете заказ в стационарном магазине компании, в ЦОКе, опять же, слово ЦОК для многих очень незнакомо. Некоторые клиенты в системе год и два и три все равно аббревиатура ЦОК для них пугающий. ЦОК, что такое ЦОК? Так и говорите. Если вы делаете заказ в магазине компании офлайн, вы там девушкам или работникам магазина подойдите и скажите, что вот мне нужно сделать заказ на 50 баллов или, допустим, на 16 баллов. То есть если я вижу, что у клиента 34 балла, я так и говорю. Вы подойдите там к работникам магазина и скажите, что вот вам нужно сделать заказ на 16 баллов, чтобы бонус не сорвался. Клуб постоянства человек не запомнит, а вот бонус запомнит. Или если вы будете делать заказ в интернет-магазине, посмотрите, пожалуйста, когда будете наполнять корзину, чтобы у вас там отобразилась сумма 50 баллов. Или 16 баллов вы произносите то число, которое необходимо вот именно этому клиенту. Это крайне важно, ребят, потому что я напоминаю, что балл в нашей компании слегка плавающий, и человек может взять коллаген, получить один балл за определенную сумму, или там какой-то другой бат и получить совершенно другую балловку за этот продукт. Поэтому ваша задача, еще раз, как грамотных консультантов, обязательно это проговорить. Вот я это все говорю в голосовом. Еще раз полное голосовое, чтобы без моих пауз. Мария, еще раз здравствуйте. Смотрите, дело в том, что вы с сентября месяца делали хорошие заказы в нашей компании «Сибирское здоровье». И если вы сделаете заказ до конца февраля на сумму от 2000 рублей, то вам придет подарок. В марте у вас будет возможность выбрать хороший подарок от компании на сумму от 2000 рублей. Там представлена косметика, парфюмерия, очень крутые наборы витаминов, готовые решения, дейли-боксы от 2000 рублей и выше. Ну, потрясающие подарки предоставляет компания. Кстати, я вам после этого голосового пришлю картиночку этих подарков. Друзья, я надеюсь, у вас у всех есть картиночки и бонусов по программе «Постоянство». У нас прямо есть отдельная картинка программы «Постоянство 3 месяца», отдельная картинка программы «Постоянство 6 месяцев». Вот обязательно ее присылайте, потому что у человека должен быть визуальный ряд того, что вы говорите. То есть вы наговорили и прислали визуализацию. А у нас же такие красивые картинки. У человека сразу глаза загораются, он никогда этот бонус не пропустит, не упустит. Делайте до конца февраля этот заказик. Только, пожалуйста, обратите внимание, что если вы придете в магазин «Оффлайн», вы скажите, пожалуйста, вот работникам магазина, менеджерам, что вот вам нужно сделать эти 50 баллов, чтобы именно вот отобразилась покупочка в баллах, а не в деньгах. И если вы будете делать заказ в интернет-магазине, также в корзиночке проверьте, пожалуйста, когда будете набирать продукт, чтобы отобразилось именно 50 баллов. Тогда все будет хорошо. Если что-то было непонятно, всегда жду от вас вопросов. Все. После этого я высылаю картинку, делаю дополнение, что вот это как раз подарки, которые предоставляет компания на выбор. Вот эту фразу обязательно пишите, потому что многие клиенты путаются, и когда им высылаешь такую красивую картиночку, они такие, вау, это я столько подарков получу сразу же за один месяц. Нет, конечно же. Поэтому, да, для перестраховки, чтобы потом к вам не было никаких претензий, вы пишите на выбор. Это обязательно. Следующий момент, который я отрабатываю, это «Клуб 200». Перехожу во вкладочку «Клуб 200», смотрю, кто и из клиентов идет по этой программе, из партнеров, новичков. Обязательно напоминаю, то есть смотрю, кто, к примеру, «Клуб 200» не выкупил подарок по «Клубу 200» или там не доделал свои баллы, я пишу в том же режиме. Мария, здравствуйте. Дело в том, что у вас может сорваться бонус по классной программе «Сибирского здоровья». Прослушайте, пожалуйста, голосовушечку, я наговорю. И то же самое. Машенька, здравствуйте. Дело в том, что вы идете по классной бонусной программе «Клуб 200». Вот вы уже три месяца забирали бонус. Сейчас у вас будет начисление четвертого бонуса. Но для этого до конца февраля вам, к примеру, нужно доделать 35 баллов. Ну, к примеру, у человека высветилось в системе 165. Я так четко и проговариваю. Нужно доделать заказов на 35 баллов. Это примерно на полторы тысячи рублей. То есть это нужно купить продукт на полторы тысячи рублей. Всегда проговариваю сумму. Всегда человек в баллах не понимает, о чем мы говорим. Всегда проговариваю. Вам нужно, к примеру, доделать до конца февраля 50 баллов. Это примерно покупка продукта на две тысячи рублей. Человек должен понимать, на какие траты он должен рассчитывать, да, на что он должен рассчитывать. Причем, ребят, такая оговорочка отступления от моей темы. Обязательно эту работу, вот кому это понравится, кто, к примеру, так клиентов своих не отрабатывал или еще не успел в этом месяце, сделайте это сегодня. Дело в том, что сегодня 26 февраля. Очень часто у людей начисление премии там или зарплаты идет 25 числа месяца. 25. Очень часто я в своей практике сталкивалась с таким моментом, что когда я писала людям 30 числа или, не дай бог, 31, когда у нас месяца 31 день, люди говорили, Динара, да е-мое, вот если бы ты мне 25-го, 26-го написала, я же как раз там зарплату получил, получку получил, аванс получил, я бы точно купил. А сейчас все, у меня уже все деньги распределены. Очень часто я на это нарывалась, когда вот работала только первый год в компании. Поэтому, ребят, друзья, я рекомендую отрабатывать свою клиентскую базу по различным бонусным программам вот именно сейчас, в начале 20-х чисел или вот где-то посерединочке, но не затягивайте до 29 февраля, пожалуйста. 29 февраля у людей уже другие моменты, они уже другие вопросы решают, другие задачи. Поэтому сделайте это сегодня, максимум завтра, если у вас огромная клиентская база, и вы, к примеру, за сегодняшний день это не успеете сделать. Тем более сегодня понедельник появились новые акции от компании. Я под это дело всегда еще и какие-то акции проговариваю, что смотрите, возьмите вот такой-то продукт, он еще вам вдвойне выгоднее будет, потому что еще на него акция идет, так еще у вас бонус не сорвется. Т-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Вот. Поехали дальше.